Всем доброго времени суток! В комментариях к видео на моем канале часто задают вопрос о том, как мастера в 16-18 веках изготавливали оружейные замки. Я постараюсь показать технологию изготовления кремневых замков на примере работы кустаря-оружейника. Кроме того, я попробую рассказать об особенностях изготовления кремневых замков на Сестрорецком и Тульском оружейных заводах в первой четверти 18 века. За основу взят отрывок фильма о американских оружейниках-реконструкторах «Оружейник Вильямсбурга». Также в качестве источников информации использованы книги, описание Тульского оружейного завода в историческом и техническом отношении Иосифа Гаммеля и подробное наставление о изготовлении сбережения гранистрельного и белого солдатского оружия с шестью чертежами Ивана Григорьевича Гогеля. Оружейник-кустарь, который изготавливал оружейные замки, должен быть хорошим кузнецом и прекрасным слесарем. Мастер начинает с ковки детали, называемые курком. Кремень, который зажат в губках курка, ударяет по огневу, объединенному с крышкой пороховой полки. Острое кремня срезает тонкие частицы металла с поверхности огнева, которые при этом раскаляются до бела, образуя искры. Эти искры сыплются на пороховую полку, воспламеняя затравочный порох. Вспышка пороха на полке через запальные отверстия воспламеняет основной пороховой заряд в казенной части ствола. Нагретая в горне до нужной температуры, железо очень податливо. С помощью кузнечных инструментов раскаленному куску металла можно придать любую форму. Железо имеет зернистую структуру. При ковке железа его зерна принудительно принимают форму получаемого изделия. При ковке металл уплотняется. Крупнозернистое строение слитка превращается в мелкозернистое. Поэтому кованая деталь намного прочнее, чем такая же деталь, вырезанная из цельного бруска металла. После 20 или 30 минут ковки следует 2,5-3 часа опиливания. Звуки работы напильниками – наиболее частые звуки типичной оружейной мастерской 18 века. Буквально каждая деталь должна быть обточена до конечной формы. Напильник – это простой и один из самых древних инструментов. Напильники, которым несколько сотен лет, выглядят примерно так же, как и те, которые сделаны сегодня. Мастер использует самодельный ручной сверлильный станок для окончательного формирования пороховой полки, на которую впоследствии будет насыпаться затравочный порох. Вместо сверла в станок установлен прообраз полукруглой фрезы с насечками в виде зубьев, как у напильника. Хороший мастер-оружейник мог изготовить почти любой инструмент, необходимому для работы. Как только замочная доска и курок будут готовы, остальные детали замка можно будет изготовить пропорционально им. На ружейных заводах замки изготавливали либо ручным способом, то есть так же, как это делает оружейник кустарь, либо посредством штампования. Ручной способ требовал высокой квалификации кузнецов и не обеспечивал повторяемости размеров отдельных деталей оружия. Штампование позволяло использовать менее квалифицированных мастеров, так как точную форму и размеры деталей замка получали за счет работы штампа. Детали предварительно отковывали в чернь, придавая им грубую форму, напоминающую будущую деталь. После этого деталь нагревалась в печи и укладывалась на нижнюю часть штампа с формой для выбивания. При падении массивной верхней части штампа с установленной на ней второй половиной формы для выбивания, получалась отчеканенная по форме штампа деталь. После первичного штампования излишки металла, выступившие по краям формы, опиливались поликалом. Затем деталь повторно нагревалась и вновь подвергалась повторному штампованию. Чтобы смягчить излишнюю твердость, полученную в результате штампования, части замка отжигались в печи легким нагревом. Некоторые детали изготавливали не штампом, а с помощью винтовых прессов. Чаще всего с помощью пресса проводилось обрезание краев деталей замка или пробивали в них отверстия. Мастерам-оружейникам приходилось покупать сырье и расходные материалы у различных торговцев. Железо, свинец, уголь, медь можно было купить или в своем городе, или в ближайших окрестностях. Кроме этого, кремний и порох также приобретались у местных торговцев. Мастерам-оружейникам Внутренние детали замка после первичной отковки должны были доводиться до окончательной формы напильниками. При этом каждая часть подгонялась по форме и размерам к другим частям замка. На оружейных заводах для получения единообразных деталей замка использовали специальные инструменты. Вот пример инструмента для высверливания валового отверстия в замочной доске и отверстия в лодыжной накладке. А вот станок с лекалами для просверливания отверстий в замочной доске для крепежных винтов и установки штифтов пружин. Для выполнения отверстий в курке крышки пороховой полки, спусковой мрочегей, лодыжки также используют специальные формы с заживами. Различные инструменты на оружейных заводах облегчали труд мастеров и позволяли добиваться высокой повторяемости деталей замков при их серийном производстве. Вот пример станка и инструмента для обтачивания отделки лодыжки. Маркировку на замочной доске наносили с помощью специального винтового пресса. Историю создания оружия вплоть до 18 века можно проследить по эволюции оружейных замков. В начале 15 века механические устройства, удерживающие фитиль, стали частью оружия и получили название фитильные замки. Колесовые замки решили проблемы, связанные с ношением горящего фитиля. При этом порох поджигался при помощи искрообразующего устройства, похожего на современную зажигалку. Примерно в то же время были изобретены первые кремневые замки. Они совершенствовались и упрощались вплоть до начала 17 века, когда была разработана нынешняя форма кремневого замка. Этот замок состоял из минимального количества деталей и использовался более чем два столетия, то есть дольше, чем любая другая система воспламенения стрелкового оружия на сегодняшний день. Поскольку размеры форма замков сильно различались, винты и шурупы изготавливались вручную для каждой конкретной детали оружия. На оружейных заводах винты к замкам также делали с помощью механических приспособлений. Сначала винты отковывались в специальных формах, получая своеобразные гвозди. Затем заготовки обтачивались на специальном станке до нужного размера. После чего на стержнях винтов в другом станке нарезалась резьба. Прорезь под шлиц-отвертки в головках винтов делалась с помощью специального пресса. Внутри замка расположена лодыжка, управляющая движением курка. Она удерживается в замке другой детали, называемой лодыжной накладкой, которая также удерживает спусковой рычаг с шепталом. Шептало входит в зацепление с вырезами, прорезанными на лодыжке, чтобы управлять лодыжкой и связанной с ним курком. Спусковой рычаг с шепталом, в свою очередь, управляется спусковым крючком. Высокоуглеродистая сталь, полученная от старого напильника, приваривается к бруску кованого железа. Сварить высокоуглеродистую сталь и кованое железо очень трудно, потому что у них разная температура плавления. Сталь от напильника будет служить огневым, то есть частью крышки пороховой полки, куда будет наносить удар к ременью высекать искры. Кованое железо придаст крышке пороховой полки ударную вязкость. Если крышка пороховой полки была бы сделана полностью из высокоуглеродистой стали, она бы была слишком хрупкой и скорее всего сломалась бы. Иногда крышку пороховой полки полностью делают из кованого железа, а затем проводят операцию по науглероживанию поверхности огнева. Крышка пороховой полки является одновременно огневым, то есть деталью, из которой высекаются искры, и крышкой, деталью, которая закрывает пороховую полку. Когда крышка опущена, порох на полке защищен от высыпания и дождя. При ударе кремнем по огневу, крышка пороховой полки откидывается. Пружина удерживает крышку пороховой полки от произвольного открывания. Удар кворка с кремнем по огневу происходит вследствие усилия плоской боевой пружины, выкованной из импортной пружинной стали. Помимо этой боевой пружины, мастер-оружейник также должен изготовить еще две меньшие по размеру пружины, которые удерживают деталь замка в правильном положении. Пружина действительно очень сложная деталь при изготовлении кремневого замка. Ковка пружинной стали должна производиться гораздо тщательнее, чем ковка железа. Если сталь перегреется, она потеряет свои пружинные свойства. Точно так же, если проводить ковку недостаточно нагретой пружиной стали, произойдет повреждение ее волокон. Пружины имеют V-образную форму, поэтому внутренние поверхности обтачиваются и полируются до того, как они будут согнуты. Глубокие трассы от напильников или дефекты от ковки могут привести к поломке пружины. Поэтому ее нужно отполировать. Требуется три или четыре нагрева, чтобы согнуть пружину V-образную форму. Пружина удерживается в замке с помощью винта на одном конце и штифта сзади, который входит в соответствующее отверстие забочной доски. В конце на пружине делаются декоративные фаски. Они вообще не выполняют никакой функции, а служат просто в качестве украшения. Хорошая пружина должна равномерно изгибаться спереди-назад. После закалки ее действие должно быть плавным и четким и не быть излишне мягким. В отсутствии муфельных печей мастера в 18 веке нередко проводили закалку пружин в расплавленном свинце. Пружины в расплавленном свинце получают равномерный нагрев толстых и тонких частей. После нагрева они закаляются в льняном масле. После закалки пружины становятся очень хрупкими. Их полируют, а затем кладут на пластину надгорном и нагревают до температуры отпуска. Это их несколько размягчает и придает пружинам гибкость. По мере того, как температура повышается, поверхность пружин сменяет свой цвет. Сначала она становится желтой, затем фиолетовой, после синий. Бледно-голубой цвет соответствует нужной температуре для отпуска пружин. Цвета коленя или цвета побежалости металла с древности до сих пор используют кузнецы для контроля температуры нагрева металла, когда нет под рукой иного инструмента контроля температуры. После термообработки вначале с пружинами работают осторожно, чтобы не сломать их. Они сжимаются вначале не полностью. Если пружина получилась слишком тугой, то ее перья можно чуть подпилить, чтобы ослабить ее. Она обрабатывается очень неохотно, но все же это можно сделать. На ружейных заводах пружины изготавливают вручную так же, как и мастера кустари. Для идентичности размеров пружин использовали специальные лекала, которые позволяли контролировать основные размеры пружин. Интересно описан процесс закалки пружин на Сестрорецком заводе. Для закалки кладут пружины по несколько штук в умеренно слабо раздуваемый огонь. Когда они раскалятся, поворачивают их щипцами над угольным огнем, чтобы они равномерно прогрелись. После чего резко опускают пружины в умеренно холодную воду загибом вперед. Обсушив над огнем, обмазывают пружины салом и поворачивают над огнем, пока сало не обгорит. Такой процесс отжигания проводят два раза, после чего пружины кладут остывать. После остывания пружины полируют. Когда курок взведен, боевая пружина будет сжата. Чтобы удерживать курок на боевом взводе, мастер-оружейник делает прорези в лодыжке для зацепления шептала. Прорезь боевого взвода имеет прямоугольную форму, так что шептала может легко соскочить с него. Прорезь на полувзводе курка делают более глубокой, чтобы шептала не смогла из него выскочить. Это положение используется в качестве предохранительного взвода. Индивидуальность оружейника часто выражалась в гравировке. Его рисунок обычно наносился прямо на металл, а затем вырезался гравировальным резцом, смазанным льняным маслом. Основными элементами гравировального рисунка являются змейки, спирали, цветы и листья. Комбинация этих элементов может создавать бесконечные вариации. Если даже взять один рисунок, то его можно выгравировать пятистами различными способами. Можно менять направление гравировальных линий, их конфигурацию и глубину. Если все детали выгравированы одинаковой глубины, то рисунок получается плоским. Если варьировать глубину прорезей при гравировке, то получается более объемное изображение. Наконец замок готов к цементации, что повысит прочность и износостойкость замка. Тигель заполняют смесью толченного древесного угля, измельченных обугленных костей и кошка РС. Замок разбирается, и его детали закапываются в тигель. Детали должны быть покрыты со всех сторон закалочным порошком, а тигель плотно закрыт крышкой. Без доступа воздуха детали замка будут раскалены до красна в горне. Поверхность железа будет поглощать углерод и таким образом превращаться в сталь, в то время как сами детали по-прежнему сохранят упругость кованого железа. После 5-6 часов нагрева сталь закаляется в воде. Точно такой же процесс цементации описывается в книгах, рассказывающих о технологии изготовления замков на оружейных заводах. Готовый замок собирается и проверяется работоспособность всех его узлов, в особенности образование искр при ударе кремня по огневу. Благодаря использованию механизации на оружейных заводах удавалось добиться близких по форме и размерам деталей замков, что позволяло говорить о унификации, то есть взаимозаменяемости частей замков и вообще деталей оружия. Однако зачастую на разных заводах лекала немного отличались друг от друга. Кроме того, при длительном использовании формы для штампа постепенно разбивались, увеличивались в размерах и в результате деталей замков, изготовленные в разное время, также не всегда были взаимозаменяемы.